Добрый день, ребята! Число! Как много в этом звуке для математики, друзья! Но и в простой, обычной жизни без чисел нам никак нельзя! Я рада вновь приветствовать вас на нашем уроке математики. А тема нашего урока – сравнение множеств, равные множеству. Сегодня на уроке мы вспомним понятие множества. Научимся группировать и сравнивать множество. Узнаем, как сравнивать множество. Научимся определять, какие множества называются равными. Отгадайте-ка, ребятки, вот такую вы загадку. Прилетела ласточка, распустила перья. Солнце греет ласково. Что это за время? Правильно, это весна. Весной появляются первые цветы, которые из-за раннего появления называются первоцветами. На лесных и горных тропах появились подснежники, нарциссы, крокусы. Посчитайте, сколько цветов появилось? Верно, появился один подснежник, два нарцисса и четыре крокуса. Всего семь первоцветов. С приходом весны прилетают с юга птицы. Назад после холодов прилетели ласточки, скворцы, стрижи. Посчитайте, сколько птиц прилетело в наш двор? Правильно, прилетели две ласточки, три скворца и один стриж. Сколько всего птиц прилетело? Верно, прилетели шесть птиц. На прошлом уроке мы с вами познакомились с понятием множества. Множество – это набор предметов, у которых есть один общий признак. Какие два множества вы сейчас увидели? Правильно, множество первоцветов и множество перелетных птиц. Сколько элементов во множестве первоцветов? Верно, семь цветов. Сколько элементов во множестве птиц? Верно, шесть птиц. Рассмотрите рисунки. Разделите предметы на множество. По каким признакам можно разделить эти предметы на группы? Верно, по форме и цвету. Давайте разделим предметы на множество по форме. У нас получится множество предметов круглой формы и множество предметов овальной формы. Сколько элементов в множестве круглой формы? Верно, пять элементов. Сколько предметов в множестве овальной формы? Верно, всего один элемент. Можно ли сказать, что это равные множества? Нет, эти множества не равны. Какой знак можно поставить между ними? Знак неравенства. При сравнении двух множеств нужно учитывать, из каких элементов они состоят, а также количество элементов. Множество считаются равными, если они состоят из равного числа одинаковых элементов. Давайте разделим предметы по цвету. Сколько множеств у нас получится? Верно, получится три множества. Множество предметов желтого цвета, множество предметов зеленого цвета и множество предметов красного цвета. Сравните, множество предметов желтого цвета и зеленого цвета. Сколько элементов содержит множество предметов желтого цвета? Верно, множество предметов желтого цвета содержит три элемента. Сколько элементов содержит множество зелёного цвета? Правильно, два элемента. Можно ли назвать эти множества равными? Эти множества не равны, так как они содержат разное количество разных элементов. Сравните множество предметов зелёного цвета и множество предметов красного цвета. Сколько элементов содержит множество предметов зелёного цвета? Верно, множество предметов зелёного цвета содержит два элемента. Сколько элементов содержит множество красного цвета? Правильно, один элемент. Можно ли назвать эти множества равными? Верно, эти множества не равны, так как они содержат разное количество разных элементов. Готовы продолжить выполнять задание? Обратимся к учебнику на странице 110. Сравните множество по количеству элементов. Что у вас получилось? Сколько блокнотов слева? Слева семь блокнотов. Сколько блокнотов справа? Справа восемь блокнотов. Какой знак нужно поставить? Верно, знак неравенства. Эти множества не равны. Предлагаю следующее задание из учебника на странице 111. Выполнить самостоятельно. Определите, равны ли множества. Проверьте себя, какой знак вы поставили при сравнении множеств. В первом и втором ряду при сравнении двух множеств нужно поставить знак равенства, так как эти множества содержат одинаковое количество одинаковых предметов. Эти множества равны. В последнем множестве нужно поставить знак неравенства. Эти множества не равны. А можно ли что-то сделать, чтобы уравнять множество? Да, из множества справа можно убрать один цветок. Тогда множества будут равны. Давайте выполним еще одно задание на странице 111 учебника. Рассмотрите множество. Что можете о них сказать? Эти множества не равны. Сделайте так, чтобы множества стали равными. Что вы сделали? Правильно, вы убрали лишний элемент на картинке слева, то есть кресло. Можно ли другим способом уравнять множество? Можно. Нужно добавить кресло на картинке справа. И тогда множества станут равными. Рассмотрите множества и сравните их. Правильно, эти множества не равны. Они содержат разное количество элементов. Рассмотрите следующие множества и сравните их. Верно, эти множества равны, так как они содержат равное количество одинаковых элементов. Рассмотрите следующую картинку и сравните множество. Правильно, эти множества не равны, так как они содержат разное количество элементов. Рассмотрите и сравните данные множества. Верно, эти множества равны, так как они содержат равное количество одинаковых предметов. Молодцы, вы справились со всеми заданиями. Давайте подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы вспомнили, что множество – это набор предметов, связанных общими признаками. Узнали, что множество, которые называются равными, содержат одинаковое число одинаковых предметов. Научились сравнивать множество. Оцените свою работу на сегодняшнем уроке по лестнице вашего личного успеха. Определите, на какой из данных ступеней находитесь вы и что нужно сделать, чтобы оказаться на самой вершине вашего успеха. А я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова